всем привет это 14 часть видео прохождения игры fallout 1 fixed edition сборка фокса на максимальном уровне сложности игры и боя и в этом видео мы наверное займемся собором не хотел я в него заходить но оказывается там есть пару моментов которые я никогда не выполнял когда играл все дело в том что получается если выполнять вы должны собор зайти начать так сказать его исследовать защищать а потом на середине остановиться конечно при обычной игре в этом смысла мало но моем случае этот вариант придется реализовать во первых потому что хочу вам показать его во вторых и так никогда не делал а в третьих это возможность выжать весь опыт который обычно пускается единственная проблема опять же желание показать все возможные нюансы игры я как вы помните взял с собой помощников под из-за группы последователей апокалипсиса и к сожалению оказывается эти помощники не управляемые то есть они только вы заходите на локацию собор прибегают к вам навстречу и начинает за вами бегать и оставить их на месте нельзя а если они ходят за вами то мутанты супер мутанты дети ночи вас атакуют без них можно ходить мутанты не будут обращать внимание если возьмете знак специальный с ними не получится что интересно мутанты их замечают а квеста и персонажи нет можно конечно этих последователей убить честно говоря мне жалко потому что там есть еще одна интересная возможность который хочу показать дело в том что мало кто знает но точно так же как есть возможность взять помощников последователей апокалипсиса можно взять помощников из братства стали обычно все и берут на морепозу не обязательно на специальном просто так в власти в квестах прописано так использую лучшее оружие поменяю броню но если кое-какую информацию от ради нее и буду забегать я вы нельзя выкинуть сразу своего ревентаря нет а ну принципе можно что-то отдать вот если вы будете знать кое-какую информацию которую вы получите соборе то вы будете знать о том что собор связан с морепозой и во время взятия этого квеста по исследованию где находится военная база морепоза точно также можно этот патруль попросить послать собор а не морепоза что я и сделаю единственное мне нужно ухитриться конечно пробраться в собор имея в напарниках этих неуправляемых помощников так нет смысла в тебе эта штука пригодится это уже когда в собор приду давайте что-то ему еще засунем еще не уверен что что-то буду взламывать честно говоря ну ладно вот книги точно пока оставляем читаем значит и уже лишние уже есть одна и сумку надо выкинуть если 23 место с другой стороны мне жалко а нет все равно оставлю мини ганда в соборе я не планирую применять потому что все сбегутся да вот так как-то приятно что напарник может одеть любую броню которую ему даю только ради этого стоит играть эти все улучшенные сборки вот я только перевел бы этот делок не ты можешь и ты можешь идти а останься здесь потому что так не ясно что имеется ввиду ах ну да выкидываем выкидываем у тебя точно из рация потому что есть нюанс который нужно показать с рацией до морепозе так идемте подберем какой-нибудь мусор дело в том что есть пару торговцев соборе причем они торгуют химией ну в данном случае мне очень пригодится психа и оказывается соборе есть в продаже я думал нужно убивать кого-то 5 супер стимпаков так что можно было бы попытаться и взять эти супер стимпаков один у меня есть было бы шесть основном не хватает 6 9 сколько там уже таблицу умножения забыл суть в том что не хватило бы убить регулятора стоявшего за спиной циммердана но и мы поняли что это ни на что не влияет имеется ввиду он все равно не будет участвовать не зря я собирал эти вещи помните теперь их на продажу заберу 79 еще много чего могу набрать кстати тоже нормально стоит ладно корать я еще могу полно вещей нести так что сегодня план на игру суметь разобраться с собором не дни разобраться и на зеркать или вещи которые нужны для получения опыта единственными наверно придется загружаться не только в диалогах а еще и когда буду пытаться толпу протащить в принципе расскажу наперед все равно собираюсь показать чем дело помесь интересный нюанс не воспользуется я потом загружусь можно через морфеуса попасть напрямую к мастеру минуя все эти катакомбы единственное в таком случае если вы не взяли специальный перк вы от ментальной силы мастера получите минус к восприятию и чего-то там еще интеллекту наверно потому что в катакомбах можно чтобы не тратить перк найти заключенную который вам даст специально артефакт защищающие силы мастера а так вы получается минуете этот этап и попадаете сразу к нему ну я зачем это хочу я хочу показать что в принципе можно слабому герою схитрить ну правда я не уверен что последние пока лица в этом плане помогут но вот паладины точно и с этой толпой так как на них морфеус не обращает внимание можно прорваться попасть сразу к мастеру круче с огромной группой поддержки просто с огромной то есть у нас будет четыре последователей сколько на паладина два или один не помню правда последователи сразу же умрут с первого залпа мастера из минигана а вот паладины могут очень сильно за решать если кто-то слабо раскачался никогда в жизни я так не ел поэтому этот нюанс я покажу но реализовывать его конечно же не буду и заодно можно будет посмотреть негативную концовку мы согласимся с мастером примкнуть нему потому что конечно же когда мы вернемся после морепоза суда то выберем и боевой вариант концовки чтобы было интереснее когда нужно еще не забыть после того как я получил силовую броню и уже нужно закалить вернуться еще сюда а после морепозы нужно сбегать в некрополис посмотреть так буду наружа браться подряд что-то мне не хватает вещей на так и быть гранатомет брать не буду только на свободном из 36 много еще и да да чуть не забыл нет смысла мне играть загсом фокс все-таки действительно починился но как я и догадывался при игре загсом есть штраф удачи и он является минус 7 то есть если у вас удача меньше семи и так понимаю то вы не выиграете там штраф не помню 8 вроде интеллект и всем химики это к удачи нужно наверно больше 7 и дачи и больше 8 интеллект вот такой интересный нюанс это у меня не получится никоим образом победить шахматы загса сожалению здесь наркотиков повышающих удачу нет а жаль так ладно все прошел наверх надоело я думаю хватит вещей чтобы раз торговаться соборе там еще как я говорил много диалогов читать вообще собор очень интересен плане того что это последняя локация и создатели игры под напряглись и опять там почти везде попытались следовать правилам 3s сник спик сник спич что там еще есть странична сила разговор красца у нас три у убей укради уговори вот и к примеру попасть к морфеус можно аж четырьмя способами точно так же когда вы добираетесь до мастера полно вариантов взламывать и стрелять и воспользоваться тем как ходят там внутри прислужники чтобы они двери открыли и выдать себя за кого-то своего прочее молодцы но пола вот один не очень особенно сейчас очень сильно поминает сонору то есть много чего планировали но спешили мало чего успели сделать соноре первые города вообще прекрасно дальше начали спешить и уже так почему-то не в руках или ты потом возьмешь во время боя на дальнем вот так обязательно сохраняемся вот и это ощущается эта спешка ах да сейчас сразу же плазм на винтовке избавлюсь то есть сделаю апгрейд не избавлюсь целый и бы если бы во всех городах почти в каждом основном квесте не придерживались этой идеи минимум три возможности решить здание тремя методами способами сейчас мы кстати проверим нашего друга будет на стрелять 223 стиле от обреза ну и мышка такой чтобы он агрессивный стал музыка из собора уже играет ну-ка что ж ты глючишь молодец все взял в руки оружие это хорошо если бы эти варианты были везде так было бы намного интереснее ну видеть это тяжело видно реализовать хотя с другой стороны самое главное что мне понравилось первом полоте когда я проиграл выиграл чем я был сильно впечатлен это тем что главного босса эти правила тоже касается то есть его можно не только убить уговорить а можно вообще убить но не вступать в битву то есть через хитрость подорвать бомб вот это очень круто до этого я не помню таких игр которые позволяли с главным боссом справиться без сражения с ним лицом к лицу то есть или подорвать или уговорить уговорить вообще такого не помню это конечно смотрелось очень круто все далекие года и чисто девяносто седьмой ну-ка так спасибо за помощь с фирмами если найдешь это плазменную винтовку принеси и мне так принес уже о тебе удалось достать плазменную винтовку ну у меня такая есть дай ее сюда я посмотрю смите берет винтовку достает какие-то инструменты начинают ней ковыряться вот по-моему это как раз то что нужно смите отдает вам винтовку держи до турбоплазменная винтовка улучшенная есть так и там ниже химик вот броню может закалить тоже нужно не забыть это сделать так и не определился пока что так на читают ник хотел если вы помните экономить во все время то есть таймеры включены но посмотреть как быстро продают другой стороны какой смысл я буду опираться делать обязательно а там по 5 недель одна операция так что книги на фоне этих задержек ни о чем ну и кстати не нравится нити таймер и никогда не нравились то есть получается вы должны для выполнения всех этих квестов на время очень много упустить те же операции наверное это уже как прохождение на на хитмаре шутера то есть патрона не хватает а здесь вам будет не хватать времени если вы хотите все пройти сделать операции и тому подобные кита важные вещи то не наш метод раз я сказал что прохождение в кавычках идеально опять же кавычках потому что всегда человек будет ошибаться да поэтому нужно показать все возможности все нюансы все операции сделать попытаться немного прокачаться 30 уровня уже конечно не планирую добывать без толпы каких летунов и кентавров вот видите вот идут последователи тегаски и от них никак избавиться нельзя на радистный вариант их убить чего делать не хочу так переодеваемся в мантию чат собора чтобы к нам лучше ой переодеваемся они в руки берем кстати хорошая идея легко потом вернуться на место и давайте будем диалоги здесь у всех учитывать они достаточно интересные оказывается так вот первый непонятно кто какого хрена тебе надо кто-то главный тебе это все равно без разницы панк почему панк так но это какой-то персонаж который так понять хочу понять что здесь происходит ты всегда задаешь такие детские вопросы да это какой-то персонаж стандартный но есть они стандартные привет неплохая погода не так ли да но назревает буря враги собора повсюду знаешь какие-нибудь сплетни я слышал что наш крестовый поход продвигается очень хорошо скоро мы принесем мир и единство могильник и все прилегающие поселения не правда ли это великолепно кто следующий на очереди на получение мира и единства боюсь я не могу помочь тебе с этим но мне еще нужно медитировать во славу создателя так что извини хвала создателю хватит хвала священному пламени ага хорошая погода о чем ты думаешь дитя моё вот сейчас попытаемся его разговорить извини трудная была неделька расскажи мне про это место тебе приходилось было в соборе раньше это обитель мира и единства это место где забываются все различия и мы стремимся к будущему полному единства и просветания для всех будущему где больше не будет тех ужасов которые вызвали наши прародители а как мы достигнем этой утопии мы должны подчиняться создателю и священному пламени когда мы покажем себя нас крестят и мы станем ближе к господу мы все будем крещены мы будем одним целым единство во всем во власти создателя расскажи мне больше об этом крещении крещение изменит нас всех и приблизит наши физические оболочки подобию божию когда мы все станем богом все наши различия исчезнут и мы наконец достигнем мира и единства не будет более войны разрушений интересному рассказать напрямую о вирусе в р2 но мы проверим этот диалог что будет в итоге и где же крестная купель к сожалению мне еще не было оказано честью видеть крестную купель наверное если я буду достаточно хорошо восхвалять создателя я буду благословен так ну давайте посмотрим другие варианты значит хорошей погоде сюда я шел не придется ли пожертвовать свободой воли для того чтобы создать эту утопию у нас есть право на выживание наши пращуры пытались выжить и сохранить свободу и посмотри что они сделали мы не имеем права потерять их повторять их ошибки единство это исключительно единственный выход это единственный способ сохранить то чем стало человечество сколько вариантов ладно что ты имеешь ввиду под словами чем стало человечество мы все еще настоящие люди мы должны приблизиться богу как люди так и мутанты я не уверен что конкретно создатель имеет ввиду в этой части послания но это должно быть правда хвала создатель он так мудр но если план и правда был мудрым то разве его послание было бы таким двусмысленным боюсь я не смогу помочь тебе с этим но мне еще нужно медитировать так интересно переведите вы можем что такое я почитал кстати никогда вот с этими превратили выхода таких сложных диалогов не проводил всегда мне казалось что там ничего интересно не будет но посмотрите какой здесь какая здесь глубокая дискуссия так значит хорошей погоде мы были так трудная неделька попробуем разозлиться а уверен что это не какая-то форма промывки мозгов мы не зомби когда я был членом уличной банды драчунов я был психованным идиотом так так который сделал все чтобы страдила все что приказывать те кто наверху хвала создатели что я теперь не тот слепец каким был пола создатели когда я буду знать что он делать я смогу восславить его лучше мы должны подчиняться создателю и священному пламени когда мы покажем себя нас крестят и мы станем ближе к господу так это уже было больше крещений что происходит когда кто-то не хочет быть за окрещенным как только люди помочь что я создатели за что он выступает каждый захочет быть окрещенным те кто не захотят креститься безумцы бедные жалкие создания и мы должны избавить их от страданий для их же благо а то огромное количество безумных людей которые вы встречали не кажется ли вам странным в мире много неожиданность друг мой приятных и не очень прощает друг моего славы создателя так а если тут это возможность и переубедить и тот ли этот нпс но в любом случае его неинтересные так в погоде в трудной недельки так как мы достигнем а тут уже вариантов нет а вот еще не говорят о диалог звучит так будто он собирается окинуть всех вирус в р2 конечно же нет он создатель он никогда не поступил бы так со своими последователями это его священная сила и священное пламя изменит нас вирус это древний злот которого я уверен мы будем очищены ну хорошо хорошая погоде в недельки мы еще все не перебрали а может ошибкой которую совершили наши пращуре был недостаток единства может они так и не он научились оставлять других людей в покое создатель сказал что виной всему недостаток единства значит так оно и есть найди верховный освященник отец морфеус не спровергнет ложь которую тебе наговорили эти может сохранить нас только уже повыжимали из него по-моему нет варианта здесь его переубедить так а про бурю про бурю все однозначно вот сказал что он сказал что хорошая погода я сказал что да действительно радиационный загар у тебя очень хорошее чувство юмора дитям я только прошу тебя не пытайся шутить с братьем бытье но он уже нам подсказывает как себя вести с кем каких еще прислужников создателями стоит остерегаться все здесь преисполнены любовью но некоторые люди но некоторым людям трудно выразить свою любовь а детям ночи сделать это невероятно трудно но каждый должен познать все сам пола создателя как интересно значит традиционный загар может он провел слишком много времени в пустоши боюсь я не смогу помочь тебе с этим ну по-моему все перебрали все что можно о мне бы пригодился массаж всего тела и может быть что то еще как тебе нет тоже тупиковая ведь так что то из него больше ничего не выжимается но зато много информации вытянули о том что нужно быть аккуратно взбить ее ну имя и говорящая конечно охранник да чего тебе надо ха 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 брат разве ты не будешь восхалять создателя вместе со мной создатель может подсылать меня в задницу пока я на стороне победителя нам все по барабану въехал зомби наконец-то я нашел нормального человека в этом чертовом месте не гони порожняка приятия что ты на самом деле хочешь тут ничего необычного не происходило мы готовимся к войне мы собираемся спасти мир чтобы мы потом смогли заполнить его мирами единством и прочим дерьмом в войне а так ну то же самое скажет ладно в войне какой первый шаг я слышал что мы выступаем на север может быть даже довольно скоро они нам ничего не говорят кроме обычного дерьма так это он говорит о том что о чем нам сказал предыдущий оратор ты еще разговариваешь со мной да блин хочу поговорить с нормальным человеком эти зомби меня нервируют так что здесь происходит так мы готовимся к войне то же самое и давай попробуем подмигнуть а потом серьезным лицом дерьмом ты наверное шутишь наверняка подмигнуть смех ну я лучше сам кого нагнуть чем задницу поставлю но не стоит об этом говорить в открытую зомби этого не любят так серьезные мины то же самое и последнее если это дерьмо то почему ты здесь смех так то же самое все а где же этот персонаж интересный который приветствуйте благодаря откровению создателя я зажил полноценной жизнью продолжай жил был один человек который был полон ненависти из-за этого он чуть не погиб но теперь хвала создателю хвала священному огню да это второстепенные герои в смысле нпс так ну все таки наверное можно было бы пытаться этого убедить ну как то мне не получается времени уже жалко здравствуйте сэр не желаете цветок для медитации милое дитя расскажи мне что здесь творится говорят отца морфеуса посетил сам создатель теперь отец морфеус счастлив что еще интересного ты точно не хочешь цветок я возьму если расскажешь что тут происходит говорят где то здесь есть потайной ход но мне пока не удалось его найти наверное это очень опасно туда пускают только морфеус и детей ночи ладно я пойду во славе им создателя так ну и самая главная проблема с этими наемниками эти не венки помощники апокалипсиса они могут зажать нас дверях это вечная проблема первого фоллаута а здесь нету возможности рукой оттолкнуть ребят да кстати давайте я оставлю давайте я оставлю а я забуду давай в центре я на оставлю куда ты пошел ты можешь идти подожди меня здесь должна быть ветка чтобы было все просто и понятно а подождите может этого красавца можно обработать если я не выдаю себя за во мне поменяли диалоги приветствую тебя друг я так рад что ты теперь с нами в нашем благом деле ну давайте будем по порядку ну я еще не с вами но мне интересно вот скажи если забыть о мире единстве какова суть вашего движения я знаю немного замыслы создателя так велики я знаю что чадо выступает на север мы возьмем все поселения под контроль и всех и всех там окрестностей и всех там окрестим крещение изменит нас и сделает нас ближе к господу а у нас будет мир единства и будет войны разрушений нет по-моему то же самое так это будет воистину день видите начальные диалоги другие но сводятся к тем же которые были до этого да это свершилось с кем мне поговорить насчет посвящения того кого ты ищешь зовут отец морфеус и можно найти в башне это все так может мне стоит знать что то прежде чем я встречусь с ним не думаю нет все же нет этого диалога так приветствую тебя друг друзья и как же далеко разностраняется местное дружелюбие я не верю что у нас есть хоть что-то хвала создателя что это за собор такой раз в нем нет даже вина так если тебе здесь не нравится можешь уходить сколько текста они поставили для этого мпс так не получается ну что ж пошли торговать где они вот один справа хочу место освободить конечно не все умрут когда мы сюда придем окончательно решить вопрос ну пока кстати попробую на стол и на шкаф отдельно кликнув бывает из этого меняется инвентарь что ты продаешь давай посмотрим так ну вот самое главное психо осталось 5 доз вроде бы много но почему бы не взять больше тем более веса нет вот деньги на 5 операций веревки кстати у него есть книга у него есть не помню по моему веревки мне уже не нужны мы понимаем на морепозе же нет не нужны ладно она тяжелая если понадобится прибегу значит выкидываем голодиски я продам ой продам отдам ври тоже как я понял восстановленный квест а алкоголь а никого тут уже поить так а изменится ли у тебя инвентарь нет а если поговорю напрямую нет все и вот здесь нужно в больших комнатах обязательно сохраняться чтобы нас не зажали помощники вообще что-то торговать будет по-моему нет так что зря я все это набрал с собой получается а все таки два супер стимпапа ну поскольку у меня всего их три да и где то я еще видел мне казалось они торгуют так обязательно сохраняемся пока не зажали вот они три плюс два восемь до восемь супер стимпаков уже я бы мог мог бы наверное убить регулятора того отравить я не думаю что у него сотня жизней так не закрыли дверь нет так в чем проблема а может тебе наркоза в поле безмоглое существо а это читал об этом нпс это нпс который попытались сделать максимально грубым скорбезными пошлины у него все-таки идеологии грубые издевательские зато у нее тоже есть что купить и вот значит кстати показываю вам все варианты с помощью которой можно выпасть этот знак нужен чтобы открыть двери которые ведут к лестнице на верхней этаже где находится морфеус вот можно его купить можно украсть а там убить его можно сейчас я поговорю здесь и шпионка как выполним последователь апокалипсиса так раз два три еще куда четвертый вариант то четыре варианта проникнуть проникнуть на следующий этаж по-моему неплохо так вот кстати вроде как доктор но на самом деле ничего он вот если пора дать имя док уничтожить лечить нас не будет смысле сделать вид что лечит на самом деле нет если уж дети ночи тебе не доверяют ей подавно не буду пойду я отсюда так и пошли искать шпионку а вспомнил четвертый вариант украсть купить шпионка и если выбрать правильный диалог в разговоре с битило то он может дать тебе этот же ключ для того чтобы ты мог против морфеус а он над нами грубо подшутит то есть у нас пошли так сказать на 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 смерть на мере он так будет надеяться личная проблема воспитаясь к этому аккумуляторам так где красавица приветствую брат вот чем я могу тебе служить в этот прекрасный день могу ли тебе задать несколько вопросов по детях я едва ли имею отношение к главам тебе лучше поговорить с морфеусом первосвященником уверена он сможет помочь гора снова здравствуй ты лаура совершенно верно это я что тебе еще нужно так николь отправила меня поговорить с тобой прости меня но я не знаю никакой николь ну она просила мне сказать тебе красный всадник извини я я не знаю идем со мной туда где мы сможем поговорить красивая девочка штирлиц в юбке анекдот вспомнил где штирлицу выдавал себя за секретаршу его заставляли гилку делать все короче и короче он жаловался центр что скоро будут видны его волосатые яйца ха 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 кстати до сих пор ни разу не зажали неужто им мозгов правили мне нужно тебя кое о чем спросить есть ли потайной ход во внутреннее святилище церкви нужно не во внутреннее святилище а куда за морфеусом по тайной черной лестнице внизу он прошел через секретную дверь а куда использует странный ключ чтобы открыть ее и затем исчезает я никогда не пыталась следовать за ним почему кто видел детей ночи не задает таких вопросов если с головой проблем нет хорошо но нам надо торопиться опять же проход а куда после продверь она поведет нас туда ты знаешь где лежит этот ключ я бы сказала он носит его при себе ой нет вариантов что ты знаешь про создателя не особо чада поклоняется ему и иногда огромное видение его появляется в главном нефе церкви так он на самом деле существует да и нет однажды я пробралась вперед и увидела под алтарем странное механическое устройство с линзой наверное какой-то голографический проектор так что я уверена что создатель этот из плоти и крови и еще мне кажется я знаю где он где же это мы уже знаем каковы планы чад чады повсюду организовывают госпитали похоже они пытаются сделать так чтобы люди стали им доверять это работает действительно похоже на то я к тому что люди собираются в их церкви разве они не видят что это обман как мне их остановить что-то узнала про этого создателя не особо чада поклоняется ему и иногда огромное видение его появляется в главном нефе церкви так это мы уже читали иногда морфеус спускается по потайной лестнице ну я бы сказал да конечно хорошо давай быстрей а ну можно поподкатить что такая хорошая девушка как ты делает в таком месте я все жду в отчаянии когда кто-то ко мне подкатит с такой фразой кстати смех прикольный я все жду в отчаянии когда кто-то ко мне подкатит да хорошая локализация ну пойдем покажешь мне дверь отлично пошли выберем самый сложный вариант где нужно много разговоров и быть внимательным то есть чтобы шпионка последователь апокалипсис показала нам что и как так нам еще с битьем разговаривать а там же не так просто а нет значок нам не нужен даже открой дверь да вот действительно это четвертый способ попасть и заодно нам показывать что мастер находится вот там внизу только у морфеуса есть ключ от этой двери я ухожу мне нужно рассказать николь обо всем умничка иди так ну что ж продолжаем изучать диалоги здравствуйте брат мой я могу тебе помочь у вас последнее время происходило что-нибудь необычное так нет я медитирую не люблю кстати эти вот персонажи которые после одного вопроса с вами больше не разговаривают может сольемся в парной медитации создатель мой друг единение это благодать благодать мир это благодать для мира единения необходимо смирение к смирению приходят через подчинение он тот кто открещен священным огнем получается если вы хотите что-то изучить вам нужно загружаться и все ветки диалога проверять особенно это странно в гуле талиусе который у детей у последних апокалипсиса там себе помните диалог у него может вообще пропасть до того как с ним вообще поговорили или пропадает после того как вы задали вопрос про шпиона зачем это делать я не понимаю вот например пропустил возможность поговорить про огнемет и все огнемета у тебя не будет так и точно так же разговаривает этот бандит хочешь поговорить с тоном ладно но если я услышу слово восхвалить я тебя убью ладно первый из нас кто скажет это слово умрет по рукам согласен чем то он может тебе помочь как люди дошли до такого эти люди эти зомби они не всегда были такими когда-то я даже мог общаться с некоторыми из них а потом их обратили и они стали такими а часть вообще не вернулась то не то но это не нравится но ему здесь хорошо платят так если мы спросим почему он себе в третьем лице он обозлится про то сколько ему платят он тоже не хочет слышать а ты прошел обращение то он прошел обращение я ну это он жив и тоже не захочет говорить больше а я не полностью выжал с него информацию сейчас надо нащупаем ветку ну так ладно первый как люди дошли до такого это паршивое место вот когда то я состоял в плане мертвой собаки голодал работал без отдыха здесь намного лучше зачем мне беспокоиться еще о ком-то обо мне никто никогда не беспокоился вот он рассказал свою автобиографию ну мы видим что есть те которым голову промыли а вот эти вот охранники это циничные наемники которые ни во что не верят просто им здесь тепло и сытно а многие кстати без себя диалоги разворачивал рады здесь находиться потому что им можно спокойно убивать то есть полно маньяков садистов и убийц так ну что ж надеюсь они зажмут зачем ты пришел послушник ты знаешь я не люблю когда меня беспокоит а это битье вот это кстати он садист обожает почему он битье уже перевели так потому что он любит бить всех кто ниже его здесь считая что через боль он просвещает так ну давайте переберем все подряд ну это будет конечно неверные варианты многие потому что будет атаковать прости меня очень но мне нет покоя если бы твое сердце сэр не было так переполошено злобой переполнено злобой ты был бы покоен правда сердце не знает забот расскажи мне о своей проблеме но не тяни расскажи как мне обрести праведность мутация ничто по сравнению со страхом рождение каждого из нас это мутация днк наших родителей все мы мутанты единственная знакомая вещь в том чтобы направить мутанта на путь морали и пользы это моя работа на этом наш разговор закончен атаковать нас так зачем ты пришел послушник ты знаешь я не люблю когда меня беспокоит про покой мы уже говорили мне нужно оставление собора учись принимать боль вот как своего лучшего друга либо боль сам ибо боль самая поучительная сила вселенной кстати чем-то он прав специально боли сделали чтобы вырабатывать инстинкты помогающие выжить представьте чтобы живые существа не ощущали боли тогда бы они не старались ее избегать плюс еще есть пряник есть эндорфин который тоже нужен для того чтобы подстегивать развиваться сломи себя чтобы перестать существовать как личность затем возразить снова как инструмент создателя вот решение всех твоих проблем так где мне найти самую сильную боль бывают времена когда тебе приходится искать ответы на задаваемые жизни вопросы самостоятельно эти времена настали прочь так наверное нужно снять будет рогу чтобы он меня послал морфеус и дал значок второй вариант проникнут на на верхние этажи мне просто нужно было поговорить звери болтают бессмысленницы люди же сначала думают затем говорят тебе нужно развиться в человеческое существо прежде чем я пожелаю с тобой говорить прочь так с этим понятно теперь попробуем выдать себя за последователя как ты смеешь тревожить меня разве ты не знаешь насколько важно мое положение убирайся так ты не хочешь хорошо проверяем если я сразу зайду вот бедные люди которые эти все диалоги выдумают так да действительно меняется диалог во время того как мы входим в комнату так простите мое вторжение но у меня есть важные вопросы к вам ты говоришь правду хорошо я помогу тебе но говори быстро мне нужно встретиться с отцом морфеусом по важному делу это может тебе пригодиться возьми вот возьми этот знак покажи его детям ночи когда пожелаешь пройти знак поможет тебе увидеться с отцом морфеусом ну вот второй вариант третий купить и четвертый просто украсть прикольно да диалоги меняются в зависимости от того в чем вы одеты вот у меня уже есть один знак хотя дверь мне уже открыли очень хорошо так я добился чего хотел сохранюсь на другой записи давайте посмотрим так любит выпить он понятно книжка есть сейчас начнется самый неприятный момент я буду пытаться подниматься наверх при этом со мной будет последователь апокалипсиса из-за этого нас будут атаковать мутанты причем если бы я был без них то знак который дал бите или который бы я украл и роба на мне помогала бы мне не вызывать агрессию сейчас это не получится так ну давайте попробуем спокойно зашли так кстати плоховато что они зашли в двери меня мутант может увидеть я сейчас их не буду убивать кстати что интересно можно их убивать это не сделать агрессивными к вам всех остальных мутантов то есть при этом возможность вырезать тихо этаж и проникать дальше обычно такого нет если вы уже с каким-то какой-то силой поссорились в фоллауте и там в одного задели то все вас вот то что я говорил в дверях застревают закрой дверь может тебя убить это интересный момент чтобы убить мутанта нужно убить его за один ход вот этот чит можно сказать или этот фича и во втором фоллауте и в первом везде есть и это основная сила снайпера который даже не прокачивая скрытность издалека если убивает за одного выстрела за один ход врага враги даже не реагирует где кто их убивает вот такой интересный момент я надеюсь мне хватит да хватило силы и проверяем правду ли я сказал да действительно они прибежали цели нет успокоились а враг даже не среагировал о да полно оружия не знаю зачем она мне ну кстати можно оставить для торговли мне уже вряд ли что нужно да сейчас братцы стали всего на получаю торговать здесь не с кем давайте я все сюда и буду скидывать может мне понадобится что-то из этого позже когда я сюда приду уже устраивать настоящую разборку охотничья винтовка чтобы приманивать ребят ладно пока есть место почему бы не поносите граната меня не спасет нет места а куда же я скину все остальное так ладно сохраняемся идем поговорим с этим неофитом а мы же только что виделись ты хочешь убить меня не понял когда мы с тобой виделись а может он принял меня за кого-то другого я же я знаю отцы не любят всякие нежности но я люблю тебя папа создатель я уже пришел прошел обращение создатель а почему папа морфеоса здесь есть сын или я чего-то не понимаю так что интересно так что интересно куда-то перенесем жалко все так что еще стол влезет может граната маленькая нет ну найдем где-то ладно того мы будем оставлять живых а сейчас нас ждет скорее всего битва не успел я скрытность не помогла я чуть не умер ну если что я загружусь вы меня извините тяжело конечно не поднять тревогу будучи окружены всеми этими ребятами тут еще в чем проблема если я сейчас не убью за один ход я могу не убить то выбегут те все из той комнаты не выбегут отлично самый сложный момент решен я пробрался все это место а нет еще будет на следующем это же еще раз будет враг вот это мне не нравится это очень опасно чтобы они не закрыли дверь он сохранился я так что должно быть все нормально о книжечки пусть будут посмотрим чего я достигну в прокачке с книжками кстати зря я это все оставляю все таки есть потребность будет потребность поторговать и ладно и в братстве стали там конечно будут давать некоторые вещи но явно не все ну надо же вот кстати стелс бои нужно хранить у меня их уже должно быть три по идее да два в запасе так что могу постоянно вскрытности ходить а кстати почему бы не взять тебя на продажу в будущем так эти двух оставим на закуску возле лестницы можно попытаться сохранить надеюсь не зажмут а там еще есть это сундук ну как видите видео такое более изучающие получается и и следующее ух ух вот что мне нужно чтобы приманивать ребятки дать по ним если я буду пустоши сражаться открыли двери кстати мои помощники и как видите если не отдельно заходят то на них скрипты мутантов не реагируют да всякий мусор так еще одна битва я могу отлететь а с другой стороны почему я хожу в робби если все равно меня мутанты атакуют можно ее одеть только когда буду разговаривать с морфеусом так и вот здесь вот враг использую конечно я мелкий бабаюз опять попытаемся его убить и тогда можно не переживать остальные не выбиваю главное чтобы он умер за один ход повторюсь все эти хитрости не нужны если вы будете здесь ходить без вот этих вот напарников ой он жизни много будет жаль придется загружаться если он не умрет хух получилось люблю когда все с первого раза а отлично а вот и огнемет на халяву мне уже столько этих забрал но топлива пока не будем брать так и сейчас вот морфеус здесь сидит сейчас мы покажем все нюансы которые я хотел показать значит сначала мы с ним вместе отправимся да кстати с ним вместе мы отправимся к мастеру и посмотрим плохую концовку заходим видите мы протащили с собой последовательно сейчас они попадут с нами вместе к мастеру я не помню чтобы приглашал кого-то к себе и тем не менее у меня посетители зачем у меня есть тебе дело ты можешь предложить мне я из убежища ты знаешь что это так не так ли я хочу предложить твоему создателю немного информации о моем убежище я не верю в создателя дебил ну тогда как вы называете создателя разве он вас не контролирует кто не контролирует меня мы с ним партнеры ой как ты заблуждается я надеюсь у лейтенанта я вытяну в разговоре эту ветку диалога где он расскажет что презирает морфеуса и надеется что не знает что в будущем его тоже пустят в чан а это думал что он партнер с мастером нет это его пешка не важно у меня есть информация об убежище которую он хотел бы получить я отведу тебя к создателю но если ты лжешь он узнает об этом прекрасно и вот посмотрите тот нюанс о котором я говорил можно напрямую попасть к мастеру примкнешь к единству или сдохнешь тут примкнешь или сдохнешь примкнешь или сдохнешь и при этом иметь огромную кучу напарников в принципе можно будет попробовать с паладинами сюда проскочить а не не буду это делать просто вам показал этот вариант то есть вы можете взять напарников отсюда с братства стали из последующих апокалифиса и всей толпой попытаться с ним сразиться единственное я говорю с одной очереди полягут все эти помощники с копьями но сам факт интересен мне вас не одолеть я присоединюсь твои таланты нам но сначала тебе следует все рассказать мне про свое убежище почему я покорю его и затем превращу всех этих людей с чистой наследственностью в мутантов они станут армией которая поможет мне принести мир на все пустоши кстати интересный момент мы же узнали что почему нужны чистые потому что вирус дублирует можно сказать цепочки ДНК беря их из хозяина носителя ну а если носитель уже изначально с покореженной ДНК то он и дублирует эти цепочки опять же покореженные то есть плохой материал кирпичи плохие плохой дом потом мы узнали что вирус достаточно странно что он все таки лечит то есть если он видит что где-то неполная информация ДНК а он не лечит он просто недостающую информацию заменяет той которую взял в начале ну и проблема в том что если он находит половые клетки которые имеют половинный набор хромосом он считает что это попорченные клетки и дополняет их естественно репродуктивная функция пропадает на опытах размножаются только кончатые черви но проблема в другом а как же еноты размножаются а как размножаются животные даже те же самые когти смерти то есть очень интересно почему же в Ре у людей действуют так а не только у людей у мышей получается тоже делали эксперименты а вот у этих животных которых назвал с размножением все нормально то есть вот есть эти дыры которые создатели не продумали игры звучит разумно за дело очень красивый застав я вам скажу при каком-то разрешении сколько например 640 на 480 256 цветов ну мы видели уже эту заставку по моему с лейтенантом да когда я проверял как я попадаю туда из некропоны да рука стала терминатор кстати напоминает вполне возможно терминатор по моему вышел раньше чем по моему даже отсылок терминатору есть только я не помню это в первом или во втором но терминатор тоже двенадцать седьмом вышел да это вообще классно саперматанты берут штурмом убежище ну и как я и говорил под пымбой не был бы мерзким смотритель но фанатик сопротивлялся до последнего но на единственное не понятно почему супермутанты это не конечно для антуража так сделали но супермутанты точно просто так не убивали бы здесь никого потому что это все чистое население из которого могут получиться умные супермутанты да конец у смотрителя был страшный так с этим мы разобрались ну и теперь возвращаемся к тому моменту ради которого мы сюда добрались а добрались мы сюда кстати в разговор с ним вступать не буду когда придем за финалом тогда будет разбираться поговорим и убьем его по итогу что уже и видео пора завершать можно было бы диалогов что-то вытянуть а вот зачем мы пришли у него здесь со спиной есть компьютер так вы получили доступ к некоторым записям самое интересное это просьба лейтенанта прислать больше подопытных людей для обработки немедленно пришлите в военную базу вот после того как вы порылись в этом компьютере то при разговоре со старечным у вас будет возможность куда послать помощь с рыцарями братство стали с паладинами вы можете пойти на военную базу или вот их пришлют вам сюда на помощь в собор и вот если у вас есть желание вы можете с этими паладинами опять же прийти к морфеусу точно так же как только что я сделал я попасть сразу же напрямую к мастеру и будет с вам поддержка два красавца целой брони или один я уже не помню то есть это круто будет так и следующий момент который мне нужен ммм ладно я по скрытности буду все делать вроде бы всех убил в принципе так по моему этого гада если убить еще есть журнал натуралист ладно проверим когда придем разбираться хотя он бы мне понадобился именно сейчас я еще не нашел ни одной случайной встречи не специальной встречи называется ну ладно не суть важно есть отдельные целые видео в которых показывают все специальные встречи любых частей фоллаута так что кто хочет посмотрит так не закройте мне проход я что-то взял на продажу да винтовка и огнемет в крайнем случае так или что-то подобрать давайте я подберу в крайнем случае да вот так лишнее выкину по моему братстве стали все таки будет мне что покупать так и опять нужно провернуть хитрость а подождите подождите у меня же нету черного ключа которую морфеуса наверно сейчас буду загружаться убивать и как я говорил не хочу как бы после этого уже желательно идти до конца попробуем украсть с загрузками хотя здесь есть баг во всех фоллаутах когда даже с девятью процентами кражи кражи получается слишком успешно не факт что мне повезет но почему не вот повезло ну и хорошо должно уже когда-то и вести вообще красивое видео получилось я думал здесь будут сплошные загрузки и смерти из этих помощников в итоге у нас получилась стелс-миссия невзирая ни на что кстати мутанта мог бы добить я но я экономлю время потому что уже уже осталось всего мало так сейчас будет опять неприятный момент опасный мне нужно здесь в конце стоит мутант супер мутант дитя ночи который атакует в любом случае если вы заходите есть у вас знаки там раскрывают вашу маскировку последователи или нет то есть даже если вы один зайдете полностью не вскрытность имеется в виду если будете в робе и у вас будет знак так и там подобно все равно вам доступ закрыт он вас будет оквать по-любому двери можно открыть только этим знаком так а теперь мы опять будем эту хитрость сделать благодаря высокой скрытности использование боевого режима и быстрого включения автобоя то он не успевает а может он даже и провалит спас бросок короче в момент когда вы из режима боевого приходите в мир на этом боевой это происходит быстро в скрытности то часто враги просто не успевают понять что вы так пять что вы уже зашли и стоите рядом без скрытности кстати так получается намного реже так что вполне возможно что дело именно в этом где этот гад придется рискнуть еще раз не факт что получится получилось чем ближе тем меньше шансов что у вас прокатит все это так и теперь опять же нужно убить его за один ход тогда никто не будет агриться а мы сможем спокойно ходить выходить на нижний уровень к мастеру главное чтобы хватило нам ходов убить посмотрите сколько нужно ударить кувалдой чтобы его убить ну когда у нас появится смертельный удар то конечно будет намного проще побегали мои ребята так ух какая крутая штука я тебя хотел сохранить это по-моему только еще есть у этих у на морепозе у лейтенанта по-моему такая штука еще есть и все ну кстати она мне не нужна потому что если не ошибаюсь это энергетическое оружие а я прокачаю тяжелое так что я стрелять из нее не смогу но можно в ящик положить а ну да ну что ж вот мы и получили доступ подземелью мастера и сейчас я сделаю еще один момент ради которого все эти мучения делаю конечно при нормальной игре в этом смысла нет но но раз эту возможность дали а ну да возможность дана только из-за того что вы как я понимаю или нет я вот не помню если вы убьете мастера но они уничтожали базу морепозу по идее не должна игра закончится вы должны еще убить и лейтенанта только в таком случае есть смысл в том ради чего сюда пришел мне опять же нужна информация из компьютера сейчас выясним еще до научная книга и вот тоже тут несколько вариантов сами вы найдете вскрытые двери тут в шкафу в ловушке кстати один из вариантов это вот ваши напарники могут вот так вот и открыть им по барабану закрыты двери или нет и второй момент вот видите есть фанатики риме и он ходит патрулирует проход и можно просто если вы не можете открыть ходите не хватает здесь у вас умения ловушки чтобы открыть эти двери он какой-то момент придет и откроет эти двери вы можете пройти я могу и отлететь дело в том что без брони эти ребята очень жестко а можно вот так попробовать фигачат так отойдем их желательно убить два хода у вас да отходи ближе все 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 хватит сейчас наверно какой-то последователь доиграется их надо убить так чтобы я не видел вот это вот чудо-чадо собора есть тогда с ним можно поговорить как ни странно так мы стоим за спиной тебе некуда отлетать и все удары ты получаешь опять же это опыт так возвращаем одежду так я не пошмарил никого делаем сохранение и ждем вот он идет для разговора к нам мы тоже попытаемся обмануть извини брат ты меня напугал как я могу послужить создателю что ты делаешь передача рапорта конечно рапорты о чем если позволишь я доставляю рапорты о чистоте человека по близлежащим областям но ты бы ты бы должен это знать смотря с подразвением а кто ты ну и мы его сейчас обманем ну может не прокатить ну хотя у меня празвито красноречие меня отправил морфеус у меня послание создателю прошу прости меня я извиняюсь за то что посмел задавать тебе вопросы прошу продолжай свой путь если я понадоблюсь лишь дай мне знать все обман у нас получился оставлять тебя в живых незачем указал я эту возможность и умирай что у тебя было да опять же черный знак пистолет на продажу можно забрать еще одна робота так теперь нам нужно провернуть хитрость этого гада нужно убить летуна но так чтобы не попасть на глаза супер мутантам в режиме боя отлично так он будет сейчас летать в таком случае надо постараться чтобы он отлетел куда мне нужно я надеюсь меня не увидят мутанты он же первый атаковал начнет два хода подряд ой 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 не вышло надо было убегать и приманивать его ну попробуем если нет я загружу сейчас посмотрим да мои ребята все испорт хорошо другой вариант иди сюда так сказать издалека иди сюда а что же вы делаете гады вот их не было бы я бы мог бы просто пробежать мимо этого летуна а так приходится играться а как же тебя какой еще вариант а я знаю я знаю я знаю надо этих ребят заставить отстать чтобы не просто не успели добежать пока лизун выбежит ко мне навстречу литун называю лизун звук такой у него интересный при атаке вот так побежали побежали ой я забыл скрытность включить и мутанты меня заловили услышали а задрали вы меня у 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 Надо будет сохраниться. Ай-яй-яй! Побежали. По идее, ты меня видишь, а мутанты меня уже не видят. Ну, смотрим. Получилось или нет? Ах! Да почему же в прошлый раз получилось? А, подождите. Еще вариант остается один. Как всегда, убить за один ход. А что за глюк? Ага. Сложился так интересно. Нет, не получилось. Я понял. Хорошо. Да, надо его убить просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто нужно его убить за один ход. За два хода. А как ты не ранил сильно? О, получилось. Вот, да. Фух. То есть мутанты не реагируют на мое сражение под спрятностью, если нет рядом последователей. А, ну да, они же всегда атаковали, если есть последователи рядом. Рядом. Так, и по-моему, сейчас уже, не знаю почему, но я могу спокойно выйти к мутантам. И вот они говорят, им глючит, но говорят, что проходи, хотя и в агрессивном состоянии. Но проходят они, потому что я выдал себя за посла. И вот ради чего я так стремился и мучился, пока вспомнил метод. Вы получаете 1250 единиц опыта за взлом этого компьютера. Вы находите интересный файл данных, посвященный секретной базе к северо-западу отсюда. То есть вот мы узнали, где находится военная база из компьютера подземелья мастера. И нам уже не нужно идти и искать ее слепую по заданию братства стали. Интересно, зачем этот момент. То есть получается, все-таки я никогда просто не делал в обратном порядке. Все-таки, наверное, можно сначала убить мастера, а потом пойти на Морипозу. Или же все проще. Вам дали возможность при желании... Ладно, будем убивать, когда я уже буду готов. Да, мне кажется, здесь глюк скрипта. Они, в принципе, должны атаковать. Но так как я уже договорился с Еремией, что я посланник, то он их сдерживает. Насколько я помню, они не должны быть... А может, я ошибаюсь. Фразы не должны быть у красного цвета у них. Так, ну это не важно. Важно то, что... Добился я всех целей, которые ставил. Сейчас только посмотрю, ли я спокойно выйду. И в следующем видео мы отправляемся в Братство Стали. Потом к лейтенанту. Кстати, я никогда не получал две силовые брони в Братстве Стали. А вроде бы это можно сделать. Ну что ж. Надеюсь, вам понравились мои мучения и глубокие исследования игры. Уверен, сейчас начнут мне рассказывать молодое поколение, что нудно смотреть. Много разговоров. Зачем все эти мелочи? Пришел, расстрелял всех и все. Зачем эти диалоги? Ну, надеюсь, ценители найдутся. Так. 14. Выжили из игры. Все. Ну что ж. Я с вами прощаюсь. Поздняя ночь. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И главное, не болейте. Пока. Продолжение следует.